О пациенте. Три дня назад у пациента положительный тест на ковид. Анализов пока еще нет, но он опять поехал делать КТ. Вопрос, что мы видим на этот раз? Продолжение второй или начало новой ковидной пневмонии. Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациента 45 лет. Дата исследования. 13 апреля 2021 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены. Ранее описанная инфильтрация в S1-2 верхней доли правого легкого практически разрешилась. Выявлен аналогичный фокус инфильтрации по типу матового стекла в S8 размером 54 на 67 на 68 мм. В остальном без динамики. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце не расширено, аорта без особенностей. По стенкам коронарных артерий сохраняются немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина фокуса инфильтрации нижней доли левого легкого, остаточное явление в верхней доле правого легкого. Учитывая данные анамнеза, рентгенологического архива, рекомендована консультация пульмонолога для исключения аллергического альвеолита. 13 апреля 2021 года доцент кафедры КМН, Котов М. Комментарий врача-рентгенолога. По всему рентгеновскому архиву, можно сделать следующий вывод, у пациента есть летучие фокусы инфильтрации легочной ткани, которые периодически возникают и пропадают. Одно из немногих заболеваний, которое приходит на ум, это аллергический альвеолит. При этом заболевании возникает поражение легочной ткани в ответ на действия аллергического агента, с которым по всей видимости постоянного контакта у пациента нет, контакт в поездках, встречах. Вопрос пациента, фокус инфильтрации нижней доли легкого, это можно считать пневмонией. Ответ КМН, Котово М. А, да безусловно. Но это также может быть зоной аллергического отека. Вопрос пациента, последний вопрос, если все же пневмонии поражение, как я понимаю, не типа матового стекла и небольшое КТ-1. Ответ КМН, Котово М. А, поражение по типу матового стекла. Но тут нужно понимать, что матовое стекло это очень неспецифичный симптом, примерно как повышение температуры. Практически любое воспаление легочной ткани, отек ее даст именно матовое стекло. Конечно при разных заболеваниях они будут чуть отличаться, но не принципиально. Степень поражения мала, КТ-1, около 4% легких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин